Несмотря на пандемию коронавируса, капитальные ремонты домов в Тюмени идут согласно графику. И в новых условиях подрядчики соблюдают все необходимые меры предосторожности. Что уже сделано, а что еще предстоит, расскажет Александра Орлова. Для жильцов дома номер 2 на улице Калинина капитальный ремонт – событие долгожданное. Работы начались еще в прошлом году. При капремонте фасада использовали штукатурные смеси на водной основе. Поэтому как только столбики термометров опустились ниже плюс 5 градусов, работы пришлось отложить. Ой, как мы долго ждали. В прошлом году начали делать, отдолбили. Потом другая бригада пришла, сетки начали делать. Опять бросили, опять. Наконец-то вот в этом году дождались. Вот и все. Ну, начали потихоньку делать. Вроде бы как-то более-менее красиво стало. Работы возобновили с учетом новых условий. Сотрудники используют маски, перчатки и антисептики. Соблюдают дистанцию и по минимуму контактируют с жителями дома. Ежедневно проходят температурный контроль. Все работы планируют завершить к концу июля. В прошлом году были заменены окна, старые деревянные окна, на новые пластиковые окна в местах общего пользования. Также здесь предусмотрена штукатурка фасада, нанесение декоративной штукатурки и покраска фасада. Далее будет производиться ремонт отмостки, после чего будет производиться ремонт подвального помещения. А вот 89-й дом на улице Мельникайте внешне изменился не сильно, но все самое главное здесь, в подвале. Рабочие заменили магистральные трубы отопления, а также водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды. К работам здесь приступили этой весной, и уже в начале августа объект планируют сдать. Но коронавирус внес свои коррективы. Мы не можем поменять стыки отопления по квартирной из-за пандемии. Люди понимают все, что происходит в стране у нас, и относятся к этому нормально. Никаких перебоев, материал был, все было. Но мы тоже организовались, вот лично я по своему подъезду, и сначала провела ведь работу такую общую, агитационную, чтобы все были в какой день, во сколько, когда, по какому поводу, чтобы никто не отказывался. И все сделали, вот как было запланировано, все сделали ребята. Всего в Тюменской области в этом году запланирован ремонт 1600 многоквартирных домов. Сегодня выполнили уже 22% от всех работ, без задержек. Собираемость взносов на сегодняшний момент у нас более 100%. То есть все наши жители по-прежнему аккуратно уплачивают взносы. С 6 апреля по 1 января 2021 года приостановлено взыскание пеней за несвоевременную уплату взносов. Но основной долг по-прежнему в стопроцентном объеме. Александра Орлова, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.